Сказку надо про карбюратор от Suzuki 1-1? Не надо? Ну и ладно, я все равно расскажу, терпите кому надо. Итак, значит, так, понятно, обоссываемся. Карбюратор от Suzuki 1-1. Если кто-то думает, что от Dero 200 карбюратора будет такой же, то нифига он не такой же. Они вообще разные. Может, конечно... Так, куда ты лучше едешь? Может, конечно, от года выпуска зависит, но что-то я подозреваю, что все-таки они везде разные. Так, откручиваем крышку поплавковой камеры, откручиваем дренаж, с которого, судя по всему, неоднократно сопливило. Здесь на карбюраторе у нас есть на манер Yamaha UBR той же подогрев. Прокладка крышки поплавковой камеры тоже своя от Dero отличается, но она здесь вроде у нас жива. То есть этот карбюратор у нас не прислали ничего. Это карбюратор, который непосредственно снят с мотосикла, который сейчас в работе. Вот. И, собственно, вот задача его обслужить. Вот. Есть у меня подозрение, что что-то в этот карбюратор как будто бы... Вообще никогда не лазили. Как-то он слишком вот хорошо выглядит. Может быть, конечно, какие-то мелкие работы с ним производили. А, ну, типичные Сузуки. Ну, в какой-то степени. И Хонда, скорее. Колодец под топливную иглу не вынимается. А сама топливная игла, ну, хотя бы с резиновым носиком, но она вот такая, с пиписюн-воробья. Поэтому от ДР это отличается разительно. Просто я почему все сейчас ДР упоминаю? Потому что, во-первых, у них одинаковые моторы, это раз. А второе, то, что я этот карбюратор от ДР недавно делал. Покручиваем главный топливный жиклер. Здесь даже трубочка цела. Тут вообще, знаете, так все выглядит, как будто я, правда, первый, кто этот карбюратор пытаюсь ломать. Ну, неплохо. Жиклер холостого хода выкручиваем. Обычный Сузучий. Ну, как? Понятно, что есть там Кейхин, есть Микуни. Но по, как сказать, спецификации применения тех или иных типов карбюраторов, ты уже понимаешь, на каком мотоцикле сие чудо-чудное у нас было бы установлено. Потому что, на самом деле, ну, когда есть какой-то никакой опыт, работы с подобным, ты уже начинаешь четко отличать, какие там Микуни применял Ямах, какие Микуни применял Хонда, какие Квасаки и так далее. То есть это, ну, тоже есть своя специфика. Откручиваем вид холостого хода, дабы просто, чтобы потом почистить резьбу на нем было максимально удобно. Откручиваем сразу флажок пускового обогатителя. Тут типично вот эти вот защелки никогда не держат. Поэтому, чтобы вам завести Сузуки, вам нужно три руки. Почему три руки? Потому что это Сузуки. Не понимаете, о чем я? А я думаю, владельцы Сузуки уже все поняли. Потому что вот в случае с такими карбюраторными мотоциклами, с такими типами подсосов, тебе нужно что? Правильно. Тебе надо нажимать на стартер одной рукой. Второй рукой тебе выжжет сцепление. А третьей рукой, которой у тебя нет, но она должна отрасти, ты должен держать флажок пускового обогатителя. В противном случае ты ни хрена не отвернешь. И в случае, когда у меня был Сузуки ДР, коленка отличнейшим образом нажимала на стартер, я вам скажу. Потому что другого пути запустить все чудесные карбюраторные изделия, его по сути не было. Поэтому я и всем говорю, что... Вау. А это что за технологии? Почему у нас уплотнительная резинка мембраны карбюратора торчит наружу? Я, может, что не понимаю, но, по-моему, так быть не должно. Прикиньте, тут пропил, и это реально язычок, чтобы вот так мембрану просто доставать. Чего? Кстати, интересная форма заслонки дроссельных таким вырезом. Прикольно выглядит. Не, ну... Реально язычок. Слушайте, я первый раз такое вижу. Вот что-что, а язычок... Ну, ладно. Теперь вот эту мембрану так называемых плавностей на переходных режимах движения отворачиваем. Тут что у нас? Пружинка, мембрана. Да ничего необычного. И качество, наверное, выкрутим. Сейчас посмотрим, как у нас тут завода стоит. Раз, два, три, три. Полтора оборота всего. Ну, что ж, почему нет? Я думаю, что с винтом качество тут никаких вообще проблем. Ну, да, Сузучи игла тупая. Ну, тупая в прямом смысле слова. Там на Ямах, на Хондах они такие, как бы вам сказать, остренькие. А Сузуки, вот, которые карбюраторы я уже разбираю, они, ну, применяют те карбюраторы, где тупая игла. Почему? Зачем? Кто его знает? Просто хотят и могут. У меня куда-то вот отсюда металлическо-воплотнительная шайбочка сейчас выпала. Я ее теперь не вижу. Она потерялась в недрах истории. Вот. Ну, в общем, что можно сказать по этому карбюратору? По нему можно сказать, что ремкомплекты на него покупать не потребуется. Потому что он в прекраснейшем состоянии. И залезаем мы в этот карбюратор исключительно для профилактических целей и для спокойствия жизни владельца по его требованию и запросам. То есть, ну, тут... А, наверное, металлическая, вот, на резинке прилипшая осталась. Вот, видите, тут металл. Резиночка и металл. Ну, вот. То есть, это исключительно требование владельца на тему, чтобы все в его мотоцикле купленном было обслужено. Потому что он хочет спокойно ездить и быть уверенным в своей технике. Его позицию сложно как-то оспорить. Это правильная позиция. Мотоцикл далеко не новый. Он, если не ошибаюсь, 2007 года. Но, как вы видите и можете судить из состояния карбюратора, он находится в прекраснейшем состоянии. За исключением некоторых моментов. И кто смотрел полное видео по этому мотоциклу, я думаю, поймет, про какие моменты я говорил. А это там, например, у нас сгнившая рулевая была, хотя это было не очевидно. Там всем какие-то моментики. Ну, в общем, на самом деле, не намного дальше банального технического обслуживания. Но, тем не менее, для владельца такие моменты были бы проблемными. Для меня, понятно, для человека, который этим занимается и знает, как там то или иное устранить быстро при возникновении какой-то проблемы, это не является какой-то сложностью. Но люди хотят свою технику просто отдать, чтобы им ее хорошо обслужили. И они потом ездили несколько лет и ни о чем не думали. Вот и все. Так что, такая вот история. Карбюратор разобран. Дальше будем чистить ультразвуком. Ну, и дальше уже покажу процесс сборки этого карбюратора. И он совершенно несложный. Так. Я пытался взять стойку, а она что-то отвалилась. И кашель долбанный. Ну, ладно. В общем-то, карбюратор у нас подготовлен. Все вот такое вот кристально чистейшее. Это невозможности так чисто, что аж противно. Вот. И ничего. Надо все это дело собрать. Насколько нам сейчас этот уровень божественной зарядки камеры позволит. На ее желание и настроение. Как я люблю все вот эти вот настройки производить уже в процессе съемки. Вам же так это кайфу, наверное. Хотя, как я всегда говорил и буду говорить. Один черт это никто не смотрит. Поэтому можно особо не выпендриваться. Итак. Значит, пока там сколько-то зарядки есть, начнем собирать. А там как пойдет. Так что, берем главный жиклёр. Мой ликвемулевский силикон закончился. Поэтому силикотиком смажем. Тоже в целом неплохой. Для чего смазывать уплотнительную резинку? Да все очень просто. Банально, чтобы пока вы ее закручиваете, ее не задрало. То есть, ну, никакой сверхзадачи у этого на самом деле нет. Вставляем жиклёр с холостого хода. Завертываем его туда-обратно. Тоже не сказать, что какое-то прям суперзанятие. Чуть-чуть смазываем пластику вот эту вот часть резьбы. Чтобы плунжер пускового обогатителя. Да что, закашель долбанный. Только мешает легко. В общем, закрутился от руки. Потом буквально тут в минимальном усилии подтянули. Хотел бы я, конечно, вот этот пыльник подчинить. Но, к сожалению, без шанса сломать, скажем так, пусковой обогатитель, это не сделать. Можно было бы все это бах-бах и термоусадка. Но надо сдергивать сам флажок вот этот. Тогда можно протянуть термоусадку. Но, к сожалению, такой роскоши здесь само по себе не произошло. Он сам не отваливается. А делать так, чтобы он снялся с риском, что он потом будет у человека отваливаться, когда он за него будет тянуть. Ну, мне кажется, тут как раз тот случай, когда лучший враг хорошему. Чуть-чуть смазал я носик в иголке запорной, банально, чтобы она не залипла в процессе, пока карбюратор будет, ну, просто, что называется, стоять без топлива. А такое часто бывает. То есть, ультразвук настолько высушивает детали, что они действительно начинают залипать. И ты, получается, ставишь карбюратор, открываешь топливный кран, а у тебя из дренажей просто начинает течь ручей по той простой причине, что игла залипла. Ну, вот, значит, что у нас, винт холостого хода, да, тоже чуть силиконом просто смазать. Ну, никакой там суперфункции, это сейчас смазка здесь нести не будет, а просто, чтобы мягко шло по резьбе и самому было приятнее закручивать винт холостого хода. То есть, никакой тут технической особенности в этом нету совершенно. Вот, что дальше? Дальше ставим, получается, мембранку чуть-чуть, совершенно чуть-чуть ее смазываем. Устанавливаем на место. Правильно позиционируем ее и смотрим, чтобы мембрана встала на направляющие усики. Пружинкой поджимаем. Опять же, смотрим, чтобы она осталась позиционирована на вот этих вот усиках. Еще бы крышку правильно поставить, с первого раза было бы хорошо. Ну, как видим, с первого раза что-то ничего не получается. Так, вот. Я что, опять крышку не той стороной ставлю? Какой я молодец-то. Профессионализм. Так, проверяем. Вот, теперь я поставил той стороной. Усилие у пружины здесь достаточно большое. И прям вот придерживаем и сразу один винтик подтягиваем, потому что иначе, ой-ой-ой-ой-ой, оно никому не надо. Вот эта вот выстрелившая пружина в неизвестность. Закручиваем второй винтик. Тоже как бы никакой сверхзадачи нет. Карбюратор, если он не убитый, он достаточно простой. А еще вот здесь вот должна стоять вообще резиновая заглушка. Ее здесь нет. Она, видимо, рассохлась и от времени куда-то вот выпала. И, в общем-то, я сейчас постараюсь где-нибудь что-нибудь поискать. Нечто похожее. Понятно, что оригинала мы такого нигде не купим. И, кстати, возможно, эта деталь вообще не продается отдельно от карбюратора. Такое тоже может быть. Ну, по крайней мере, изобрести что-то свое максимально похожее хотелось бы. Раз, два, три. Я все-таки сделаю на два оборота, а не на два с половиной. Но если в процессе работы что-то пойдет не так, тогда поправим. Еще крышка, не знаю, с чего она отлита. Тяжеленная, просто до какого-то безумия, умопомрачения. Бывает, кстати, вот карбюратор, ты его берешь, а он невесомый. А бывают вот такие вот, что, ну, пару килограмм лишних на мотоцикл накидывают. Так, значит, дальше у нас установка мембранки. Ее у нас по такому же принципу мы производим. То есть смотрим, чтобы игла попала. Позиционируем вот эту вот торчащую пипку. Я не знаю, как ее еще назвать. Приподнимаем чуть-чуть заслонку. Да, вот тут вот начинаются, конечно, проблемы. Потому что мембрана малость подусохшая. И вот, что-то она не стремится, на самом деле, четко в свое посадочное место встать. Так, давайте-ка сделаем так. Дабы избежать закусывания ее, тоже по краям пробежимся. Вот так вот смажем, чтобы, ну, как сказать-то, обезопасить момент, чтобы ее не закусило, когда будем ставить крышку. Да что ж такое-то. Вот это вот позиционирование мембраны посредством попадания одной дырки в другую дырку. Потому что я больше не знаю, как это правильно назвать. Пазом это сложно назвать. Так, вот так вот подусаживаем. Вставляем пружину. Вставляем крышку. Так, крышка у нас симметричная. Крышка симметричная. И аккуратненько прокручивая вот так вот туда-сюда и туда-сюда. Смотрим, чтобы мембрана правильно села в свои пазы. Вроде у меня это удалось. Но вот опять же, чтобы там не произошло заворота, поворота и всех вот этих неприятных вещей, ну, отслеживайте момент, именно, чтобы не завернуло. И используйте любой, по факту, силикон. Потому что по силикону шанс то, что у вас что-то завернет, ну, он минимальный на самом деле. Так, смазываем штуцер. Штуцер у нас подойдет от трубки, которая устанавливается на вакуум. Как его называют-то? Ну, типа EGR, ну, грубо говоря, экологии, которые все, ну, принято так называть. Ну, вот, собственно, практически и все. Остается сейчас все это, типа, красиво смоткать. Вот. И спокойненько дособрать. Значит, дальше. Дальше. Крышку поплавковой камеры ставим. Опять же, вот эта вот интересная система, но интересная она не на дальней дистанции. Говорю я сейчас про то, что крышка поплавковой камеры держится всего на двух винтах. Пройдет время, и от множественных ремонтов, причем неумелых, как правило, крышку поведет, перекоробит. И как вы потом намучаетесь, то, что у вас будет течь крышка поплавковой камеры. Но это уже называется сольяви. Как хотите с этим, так потом оживите. В общем-то, вот так вот вся эта история и заканчивается. Больше мне тут рассказать про корпоратору нечего, вы все видели. Просто, ну, наглядное пособие, как разобрать его и собрать, не более того. Ну, а на этом у меня для вас все. С вами была мастерская Панк Мотогараж. Я Сергей Панкратов. Всем пока.